здравствуйте ну что ж ситуация у нас складывается сегодня на мой взгляд довольно интересная в первую очередь это обусловлено тем что сегодня начинается у нас заседание фрс двухдневное заседание обычно на этих заседаниях принимаются важные решения напомню это заседание по открытому рынку федеральной резервной системы соединенных штатов и в принципе по большому счету рынки сегодня находятся в ожидании в ожидании результатов и также конечно же рынки будут ждать на этой неделе данных по валу внутреннюю продукту соединенных штатов в принципе можно говорить что экономика сша восстанавливается единственное что если на этом заседании фрс мы услышим какие-то менее оптимистичные прогнозы от бена бернанке это конечно может опять как-то настроить рынки на собственно тот лад что что фрс может продолжить программу количество смягчения если же наоборот будут нотки какие-то более оптимистичные то можно ожидать что вряд ли фрс будет продолжать программу количество смягчения а может быть даже концу года мы увидим ужесточение хотя конечно пока рано об этом говорить по большому счету также из важных событий сегодня будет аукцион по бумагам европейского суверенного фонда бумаги этого фонда пользуются большим спросом там просто ажиотаж большого всяка случае продажи вот совсем недавно которые проходили они были достаточно активными предполагается что будет размещено бумаг на сумму в 5 миллиардов евро собственно этот вот аукцион и вообще снижение какой-то активности вокруг долгового кризиса европейского поддержите единую европейскую валюту по большому счету можно говорить что здесь даже не сам евро укрепляется просто слабеет американский доллар и мы видим эту слабость по всему фронту ну давайте теперь обратим внимание на ту ситуацию которая к настоящему моменту происходило и пока что происходит еще в азиатскую торговую сессию индекс ма ся и растет на 52 сотые процента китай находится в красном цвете весь шанхай композит падает на 68 сотых процента что касается товарного рынка то на товарном рынке мы отмечаем снижение контракта на медь падение на одну целый пятнадцать сотых процента фьючерс на золото снижается на 97 сотых процента серебро падает на 2 целый 14 сотых процента также ситуация на рынке нефти неоднозначно нефть марки бренд снижается на 5 сотых процента 5 сотых процента WTI американская марка нефти падает на 35 сотых процента соответственно данные активы находятся на уровне 96 долларов 56 центов эта цена марки бренд в моменте а WTI в 87 долларов и 56 центов теперь давайте мы с вами обратим внимание на то как у нас может открыться европа судя по той динамике которые нам демонстрируют фьючерсы на основные европейские индексы европа у нас откроется в положительной зоне фьючерс на индекс долл джонс токс 50 демонстрирует рост пятьдесят четыре сотые процента на валютном рынке как я уже сказал ситуация пока не в пользу доллара хотя наш прогноз квартальный прогноз остается пока что не в пользу единой европейской валюты по нашему мнению чем выше поднимется евро тем сильнее так можно сказать оно упадет против в первую очередь конечно же против американского доллара потому что напоминаю долговые проблемы еврозоны пока никуда еще не ушли что касается статистики сегодняшней то сегодня будут интересны данные из великобритании 12.30 выйдут данные по ввп в 15.00 будет опубликован основной индекс потребительских цен канады в 18.00 выйдут данные из соединенных штатов уверенность потребителей и 18.00 индекс фэр с ричмонда и в 22.40 выступление главы банка англии мервина кинга это что касается такой наиболее интересной статистики так же я хочу отметить что сегодня заседал банк японии он оставил ставку без изменения и тем самым способствовал росту оптимизма на японских фондовых площадках собственно на этом у нас все в дополнение я хочу пригласить всех желающих на мои индивидуальные курсы обучения работе на рынке форекс более подробную информацию вы сможете найти на нашем сайте тройной www.grandcapital.net а с вами был старший трейдер аналитик компании grand capital сергей костенко удачи вам до новых встреч до свидания спасибо